Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Разработка пушки началась в июне 1976 года в КБ «Арсенал». Сначала конструкторы работали над одноствольной установкой А217, но позже выбор был сделан в пользу двуствольной пушки А218. В ней были впервые применены многие новшества – унитарный артиллерийский патрон, автоматическая перегрузка боеприпасов и многие другие. Двуствольность обеспечивает большую скорострельность – до 90 выстрелов в минуту, но это было достигнуто ценой значительного увеличения массы системы. Наличие механизмов автоперезагрузки боеприпасов позволяет без участия дополнительной команды выпустить весь боекомплект до полного опустошения погребов. В пушке есть приборы коррекции прицела по всплескам падающих снарядов и визирный пост для стрельбы по береговым целям. Также орудие благодаря большой скорострельности и наличию нескольких типов специализированных снарядов может вести эффективную зенитную стрельбу, в боекомплект входят снаряды с дистанционным и радиолокационным взрывателями. АК-130 позволяет выполнять 80 выстрелов в минуту. Снаряд массой около 33 кг способен поразить цель на расстоянии до 23 км. Система оснащена радиолокационной станцией сопровождения цели, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. Вес системы довольно велик – более 100 тонн, еще около 40 тонн составляет погреб. К примеру, американская 127-мм одноствольная установка МК-45 весит 45 тонн, но в ее погребе лишь 20 готовых к выстрелу зарядов, российская может нести в 9 раз больше. Американцы с восхищением отмечают, что благодаря своим характеристикам, таким как скорострельность, масса снаряда и боекомплект, АК-130 даже в настоящее время считается одной из лучших корабельных артиллерийских установок для защиты от роя современных беспилотников, а также отлично подходит для огневой поддержки сухопутных войск и представляет смертельную угрозу для любого корабля противника, оказавшегося в зоне поражения. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.